Всем привет, меня зовут Богдан Медведенко, это мой кореш, Ловите супу, сейчас мы сидим на съемной хате, и вообще... Блядь, я восстал, это блядь, ну это пока... Итак, всем привет, меня зовут Богдан Медведенко, и сегодня я сижу на съемной хате, рядом со мной мой кореш, Ловите супу, а почему кореш? Итак, первый вопрос, почему так мало снимаешь, ты же видеоблогер, почему так мало видео? Это не лень, это возможно отсутствие мотивации. Второй вопрос, почему вы всегда говорите втроем? В одном из видео ты написал, ради кайфа, ради какого кайфа? Просто так получается, что выходим втроем, ну и не всегда втроем, иногда бывает компания. Следующий вопрос, что в твоем понимании доверия, и испытываешь ли ты его? Желать, блядь. У меня на телефоне есть очень много разных видеозаписей, фотографий, которые бы я не хотел бы кому-либо показывать. И вот, например, Давид просит меня, говорит, Бой, дай позвонить, пожалуйста, типа мне нужно там отзвониться. Я говорю, да, конечно, без проблем, я ему даю телефон, потому что я ему доверяю, и я знаю, что он никуда не полезет без моего спроса, и он... Дай, пожалуйста, позвоню. Следующий вопрос, ты где-то работаешь, где берешь деньги, а сколько получаешь на видео? Я нигде не работаю, на видео деньги получаю, ни с просмотров, ни с рекламы, ни с рекламы, ни с реферальной системы. Моя площадка, это YouTube. Следующий вопрос, какая профессия должна быть самая высокооплачиваемая? Высокооплачиваемая. Степ, подожди, тихо, табу, ноты, пожалуйста. Какая профессия должна быть самая высокооплачиваемая? Конституция. Потому что, блин, девки стараются. Тогда там Сырик там, типа, и так, ну, типа, ни хера себе баба хапает. Ну, можно было бы не больше. Ты смотришь мультики, какой ты самый любимый, расскажи о нем. Мой самый любимый мультик, это Мононоки, Принцесса. Это во всем, во всем, да. Знаешь, какой мой мультик, его мультик? Жил был пес. Он идет 10 минут, я реально не понимаю, что... В детстве я его, наверное, пересматривал, вот, на протяжении дня, наверное, ну, раз в 20. Какие исторические личности вызывают в себе наибольшую симпатию? Исторические личности? Да. Это типа, как? Ну, типа, вот, если личность, она историческая. Наверное, Роксолана, бля. Девушка-воин, короче. Вопрос. Какое твое любимое аниме? Хентай. Какими предметами ты пользуешься чаще всего? Сначала я хотел сказать, что камера, но потом посмотрел на количество загруженных видео на мой канал и понял, что... Не камера. Наверное, это смартфон, я ним пользуюсь каждый день. Ну и про одежду я говорить ничего не буду. Какое событие разделяло твою жизнь на до и после? На самом деле, я свою жизнь никогда не разделял на до и после, потому что моя жизнь это как один сплошной таймлайн, на который я иногда просто смотрю и... Ну и все, типа, все события вроде бы так и должно быть. Поэтому, чтобы что-то кардинально изменило мою жизнь, такого типа ничего не произошло. Я разделил свою жизнь на до и после, до того, как я посмотрел клип «Азия смрадыш». И после. Вопрос задал Google-переводчик, почему решил стать блогер? Наверное, потому что мне нравится быть в центре внимания. А ты тоже блогер? Ну да. Кстати, да, я блогер. Сейчас я щелкну пальцами и я исчезну. Итак, всем привет. Меня зовут Дэвид Усобов. Чувствую то, что в туалет буду бегать очень часто. Такими не стоят, такими рождаются. Любимый вид транспорта? Мой любимый вид транспорта это автомобиль. Не-не-не. Мой любимый вид транспорта это автобус. Там ты едешь не в своей атмосфере, не со своими людьми, там, где наступают данные. Это круто. Особенно в час пик. Ты сова или жабра? Я сова. Я еще тут сухожаю. Идеальный мужчина это. Идеальный мужчина это тот, который может содержать свою семью, своих детей, предоставить им все то, что они захотят. Обеспечить свое тело татуировками, красивыми мышцами и спортивным питанием. То бишь то, что вы видите на своих экранах. Ну да. Не избежать. Что может быть одновременно грустно и смешно? Что может быть одновременно грустно и смешно? Мечты. Когда ты мечтаешь, а потом смотришь на свою реальную жизнь и все. Это грустно и смешно. Просто развивайте себя и зарабатывайте деньги. Потому что, чтобы у вас не было вот такой вот херни. Какой? Ну типа. Желания реально. А, да. Чтобы желания ваши исполнялись. Нет. Чтобы желания... Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что, ну типа, блядь, иначе же не может быть никак. С вами был Игорь Медезенко. И до сих пор мы вас любим. С вами был Игорь Медезенко.